Где место есть, там и сажу меня. Дубочка у меня, хризантемки тут у меня есть. Вот макель, львиный зел, галария, питония, компонола разная вот эта высокая. Десять из 86 лет Любовь Степановна ухаживает за клумбой перед своим домом. Работала в зелентресте. Цветы любит с детства, поэтому многому научилась у мамы, которая тоже была цветоводом. Увлечение занимает достаточно времени, но Любовь Степановна уверена, что дело того стоит. Для меня стоит, я люблю, я не могу пройти их цветы. Вот где они иду, обязательно остановлюсь, я посмотрю, где и что. И сама пойду куплю. Я вот как выйду и в окно гляну, у меня аж на душе легче становится, как будто я аж поздоровела. Это фасад дома номер 6 по улице Крылова. Придомовая территория во дворе, также цветники, оборудованные места для отдыха. Два навеса появились в этом году, чтобы было комфортно и от подъезда недалеко. Из новенького лифта, установленного по программе капитального ремонта, выходит Татьяна Зеленкова, старшая по дому. Помимо личной инициативы, есть еще инициатива общественная. На общем собрании жильцы договорились, что в квитанциях появится дополнительная графа – озеленение. Теперь жильцы каждой квартиры ежемесячно платят по 39 рублей. По словам Татьяны Зеленковой, сумма выверенная. Этих денег вполне хватает. В этом году перед домом и во дворе посадили более 50 деревьев и 200 кустарников – 320 многолетних цветов. Инициативу жителей поддерживают в городской администрации. Я очень признательна Сергею Павловичу Сергееву и Яровой Светлане Владимировне. Многие годы мы не могли постелить асфальт, потому что это легло на плечи наших жильцов. У нас 79 из 312 проживающих – 79% пенсионеры. Они просто не могли. Мы очень хотим выразить благодарность Светлане Владимировне и Яровой, которая помогла, нашла спонсора и приехал в наш двор и сказал, что такой красивый двор надо облагородить. И он нам постелил асфальт. И мы теперь еще бережнее относимся к нашему двору. Красота – реальная сила. По итогам прошлого года двор выиграл 30 тысяч рублей на городском конкурсе. На эти деньги планируют оборудовать площадку для самых маленьких рядом с тренажерами для взрослых. В планах – привести в порядок фасады подъездов, забетонировать стоянку, сделать несколько дорожек.